Новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза собрал накануне на одной площадке представителей субъектов хозяйства Необрещина и таможенников. Участники встречи обсудили новшество, которое внесет в работу документ. Основной акцент в кодексе сделан на информационное взаимодействие. Основным документом у нас, начиная с нового года, будет являться электронный документ. Это то, что существенно ускорится время оформления у нас. Если по кодексу таможенного союза у нас выпуск осуществлялся в течение, скажем так, суток, то с началом 2018 года у нас сроки выпуска ограничены четырьмя часами. То есть мы существенно ускоряем процесс оформления. Также реализована возможность совершения операции не только должностными лицами таможенных органов, но и информационными системами. Это позволит применять технологии автоматической регистрации деклараций и выпуска товаров, проводить контроль без участия таможенников. Закреплено использование в деятельности механизма «Одно окно». Старый кодекс регулировал отношения в данной сфере порядка семи лет. Он был принят в 2010-м. Безусловно, за этот период далеко вперед шагнули информационные технологии. Существенно изменилось техническое обеспечение. Не использовать их в работе было бы ошибкой. Новый кодекс включил в себя, выбрал в себя все то положительное, все то хорошее, что было за время действия кодекса таможенного союза. И мы думаем, что и нам, и субъектам хозяйствования работа с вступлением в силу нового кодекса будет проще, легче, быстрее, качественнее. Объем кодекса увеличился. В него были включены документы, которые ранее действовали в качестве дополнений или соглашений. Однако, по словам представителей таможни, к работе в новых условиях все службы готовы. А потому проблем с внедрением документов в жизнь быть не должно.